Книга «Открытым оком», вопрос 686, второй том, тема «Святая Библия». На чем жизнится ваша уверенность, что синодальный перевод на русский язык вполне добротный и по точности не уступает переводу Кирилла и Мефодия? Отвечает Игнатий Тихон Челапкин. Считаю, что синодальный перевод намного точнее, чем церковно-славянский. Этот перевод делал не один человек, а целые коллективы. А то, что никто из переводчиков на русский язык не был канонизирован, совершенно ни о чем не говорит. Может быть, они все вместе с Кириллом Мефодием воспевают Христа на небесах? Откуда люди это знать? Данный синодальный перевод Библии 1876 года признан синодами России, зарубежья, патриархии. За прошедшие 120 лет были попытки перевода Нового Завета, но они и близко не напоминают синодальный. Или просто повторяют его, вульгаризируя, осовременивая его. Одним из самых ревностных поборников идеи перевода Библии на русский язык был московский митрополит Филарет Дроздов. 1783 по 1867 год. Во время коронации императора Александра Второго митрополит Филарет сумел расположить высших представителей православной церкви в пользу своего великого предприятия – перевода Библии на русский язык. 20 марта 1858 года Святой Синод определил, а 5 мая 1858 года было высочайшее утверждение – перевод на русский язык необходим и полезен. К переводу должно приступить со всевозможной осмотрительностью через лица, испытанных в знании еврейского и греческих языков по избранию утверждения Святейшего Синода. Труд перевода был распределен между четырьмя нашими духовными академиями, которым дана была особая инструкция в видах обеспечения точности и общепонятности перевода и литературности его изложения. Один из трех присутствующих дней в Синоде был назначен исключительно для рассмотрения постепенно представляемого перевода Библии, предварительно рассмотренного каждым из членов Синода на дому. Наконец, перевод был отсылаем в Москву к митрополиту Филарету, пока тот был жив. Для перевода Ветхого Завета в 1860 году при Петербургской Духовной Академии академия был избран особый комитет. Петербургский митрополит Григорий принимал в этом деле живое участие. Библия переводилась с древнееврейского текста. Переводчики, однако, постоянно руководствовались древнегреческим переводом семисти толковников, септуагинты, текстами сирийскими, арабскими, халдейскими и переводом вульгатой, латинским, а также трудами святых отцов, их толкованиями. Конференции остальных духовных академий было поручено приступить к присмотру этого перевода и замечания свои по этому предмету представить на рассмотрение Синода. В 1876 году появилась впервые в одном томе полная Библия на русском языке, изнанная по богословению Синода, напечатанная в Синодальной типографии. Русский народ получил полную Библию в точном и тщательном переводе на живой великорусский язык. В этом обстоятельстве нетрудно отметить перц Божий. 1876 год является светлым годом в истории русской церкви и русской культуры. Это перевод Библии на русский язык является застоянием всего русского народа поныне и по всему земному шару. И к величайшему сожалению, по необъяснимому противлению со стороны именно иерархии, он запрещен к чтению только в церкви православной. За пределами храмов и монастырей миллионы русских людей нашли в этом переводе Библии утешение для души и путь к вечной жизни. Язык русской Синодальной Библии стал чем-то родным для каждого русского верующего. Что касается точности передачи священного подлинника, русский Синодальный перевод Библии смело может выдерживать сравнение с наилучшими западноевропейскими переводами. Да даст Господь милость русскому народу, чтобы слово Бога живого, пребывающего век, звучало и в храмах на родном понятном русском языке, от понимания слышного уверования и в этом спасение всей России. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!